Вот, друзья, поверь мечту, да, как он только что пел, Юрий Антонов, к сожалению, это было не слышно, кажется, как я понял, техника что-то, но здесь мы вот именно находимся в этом моменте, да, а мечта наша именно двигаться по доскам в радости, с легкостью, дарить подарки, решать финансовые задачи в том числе. Я вам говорил это и буду говорить дальше. Мы находимся сейчас в очень интересном времени, время, где на наших глазах пишется история и происходят исторические события, которые тысячелетиями не проходили, и сейчас они происходят, и сейчас важнее, о, Виталий Алексеев тоже здесь привет, и сейчас важнее, как никогда, быть в хорошем настроении, быть на высоких вибрациях, быть в обществе людей, которые тебя наполняют, где ты можешь зажечься огоньком, потому что перед тем, как будет лучше вот на этой планете, будет невыносимо, это еще будет, вот увидите, да, будут разные моменты всплывать, и будут разные, разные информации явные, да, о том, что, оказывается, происходило здесь, на этой планете, да, последние тысячи лет, да, и как мир, и многое того, а к чему я не буду углубляться, и многое того, что людей будет приводить в депрессию. Кроме того, что уже происходит сейчас, да, на Земле, но еще будут моменты, которые будут явны, особенно у нас в Европе здесь, особенно там в Америке, да, неважно где, это люди будут, как так, я жил всю жизнь в иллюзии, да, меня всю жизнь обманывали, и эти моменты, они будут очень сильно, как бы, да, людям нужен будет островок, где их сообщество вот так вот обнимет, скажет, дружище, несмотря на эти все доски, да, пойдем к нам, у нас хорошее настроение, у нас хорошая вибрация, у нас вот, заходи на чат, вот тебе позитивчик, давайте встретимся оффлайн, давайте будем на высокой вибрации, и это наше движение, друзья, и это ценность нашего движения, и придет время, где у нас, возможно, даже не будет такой нужды в деньгах, да, потому что вот другая финансовая система нас ожидает, на самом деле, очень хороший мир, да, я полностью в этом убежден, но мы должны пройти этот путь еще, и этот шлюз между сейчас и потом, мы являемся вот в нашем движении, вот этот шлюз мы создаем, да, где мы решаем финансовые задачи наши, где мы находимся в хорошем настроении, и в этом мире, в который мы идем, который мы с вами вместе создаем, с вами вместе создаем, именно создаем мы вот именно за то, что мы на хороших высоких вибрациях, это наше позитивное вот это вот мышление, и особенно внутренний настрой манифестирует этот новый мир, мы его создаем, мы в таком метафизическом мире живем, друзья, да, кто-то еще не, может быть, не думал, не задумывался, но к этому пониманию мы тоже придем, да, вот Виталика подключили Бринкмана, мы будем все обучать, это понимание, это будет приходить, но мы являемся сейчас вот этим шлюзом, но даже когда наступит то время, давайте пофантазируем, когда наступит то время, не то, что фантазируем, повизуализируем, да, как только наступит то время, где мы уже не будем в этом, в этой, скажем, кредитовой системе, где мы все зависимы от этих денег, да, это же тоже все построено, как бы, да, веками так, чтобы люди были зависимы, когда у нас эта зависимость отпадет, и мы будем свободными, да, и не нуждаться, вот как сегодня мы нуждаемся в этих деньгах, и, может быть, подарки, которые, да, денежные, не так уже будут важны именно эти деньги, ну а что будет, а что останется? А останется именно человечность между нами, и эти подарки, которые мы сегодня делаем, и заряжаем их, да, мы об этом говорим, мы отправляем их, там, уважаемая Виктория, да, уважаемая Ольга, Наталья, Оксана, Жанна, Сергей, там, да, поздравляю тебя с легендой, да, отправляю тебе подарок, дарю тебя от всего сердца с любовью, благословляю тебя, вот эти вот моменты, вот эта энергия, которую мы отправляем, ею мы будем всегда обмениваться, друзья, в любом состоянии, и здесь, и потом, и это будет самая важная валюта, это будет самая важная ценность, если мы в деньгах уже не нуждаемся, то это самое важное будет именно взаимоотношение, общение между людьми, обмен энергией между нами. Виталий Бринкман об этом будет дальше вещать, друзья, он у нас в полноценном, в нашем движении, да, и на этих новых досках, он будет в полноценном составе с нами сопровождаться, и будет для нашего сообщества давать пищу, да, духовную пищу, пищу по техническим моментам, по наставничеству в МЛМ, у него тоже есть свои еще там, да, свои тренинги, и многие-многие другие, которые уже заявили, сказать, ребята, мы вот хотим, да, вот нам это нравится, что сейчас мы независимы от желания там каких-то, да, там, африканских друзей или от их настроения, а мы знаем, что вот это все в нашем вот этом, да, скажем, первоначальном, да, вот этом движении, кто здесь есть, они могут проявить себя. Нас объединяет именно идеология, да, и лидеры, которые, да, уже изначально все, ребят, мы с вами, да, и мы нашими командами поговорим, это те люди, которые объединяются вокруг идеологии нашей, не потому что заработать бабло, да, ребят, тут столько много бизнес-возможностей, да, я думаю, каждый из нас как минимум там может сам поделиться, да, или спросить там у кого-то там у себя там рядом, да, он его что-то предложит, да, стоящее, есть достаточно бизнеса, но то, что мы здесь создаем, это не бизнес, еще раз, и каждый раз мы будем повторять, и каждый раз будем подчеркивать, это движение осознанных людей, которые передвигаются под досками изобилия, друг другу даря подарки в динамике определенной, и находясь вот в этом вот высоковибрационном состоянии, наполняя друг друга, и тем самым создавая шлюз между сейчас и этим новым миром, куда мы с вами все вместе идем, который мы с вами все вместе строим. Это, друзья, с моей точки, с моей позиции очень важно, я это буду каждый раз повторять, мне это с самого начала говорят, Андрей, там перестань воду лить, там давай нам уже про бабки рассказывай. И, значит, все, значит, не здесь место этому человеку, да, если в таком настрое. Нас объединяет именно вот эта вот духовная составляющая. Но при этом нам очень важно решать свои финансовые задачи в том числе. И нам нужна динамика, и нам нужна надежность, и нам нужен саппорт, нам нужны, мы должны решать задачи, которые стоят за десятками тысяч людей при необходимости, за нами. Да, и произошло что-то, надо саппорт отреагировать. Мы не можем быть зависимы на следующие десятки лет, надеяться на то, что наша зависимость, да, вот от, скажем, людей, которые не хотят нас брать в совет, не хотят нас сильно там как-то себе, ну, в более тесный круг приглашать. Ну, окей, хорошо, значит, мы должны тогда, значит, мы выросли уже, значит, мы должны уже, мы методом тыком обучили, выучили весь алгоритм, мы методом тыком очень много ошибок сделали, мы выявили все недостатки, которые, да, вот есть, и которые можно было бы изменить, и об этом совещали тоже, да, но вот если не хотят слышать, если не хотят, по каким-либо причинам мы не знаем. Окей, значит, мы выросли, значит, мы готовы идти на собственных ножках, и, соответственно, об этом сегодня и речь, друзья, да, и с моей точки я вас всех приглашаю. Еще раз, мы не ждем мосты, мы не уходим ни с каких-то там других досок и в Тов-Легаси, мы остаемся так же, продвигаемся, сколько это возможно продвигаемся, да, но динамику, которую сейчас мы видим, и перспективу на следующие десятки лет иметь это все в одном месте, как бы, да, и именно в этом, в этом именно формате с духовным вот этим подкреплением. Есть разные проекты уже подобные, мы знаем это, да. Этому место быть, этого не избежать, да, и это, наоборот, как-то, да, вот от сердца в сердце начало мотивировать многих людей. Может, они просто как слоган написали, окей, тоже окей, это уже какой-то импульс, пусть будут, всему место быть. Здесь мы объединяемся в том составе, который хочет быть в этом сообществе, хочет быть на тренингах, хочет быть, обучаться, прокачиваться и продвигаться эффективно по доскам, получая подарки, отправляя подарки, заряжая их энергией, принимая с благодарности и в итоге решать свои финансовые задачи в том числе. Потому что в этом шлюзе, в котором мы находимся, мы еще вынуждены решать наши финансовые задачи. Друзья, я вас всех приглашаю, кому это откликивается, да, кто говорит, ребят, да, я хочу быть с вами, да, я себе сделаю тоже отдельную анкету еще раз, да, и тогда обращайтесь, пожалуйста, 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 обращайтесь к вашим высшим стоящим, кто вас пригласил, если он еще не в курсе, то потом запись ему эту покажете, и уже дальше по цепочке, чтобы, насколько это возможно, наша вот эта реферальная структура, которая есть, да, привязка вот эта, она уже осталась и также на этих досках, да, и на одних досках, и на других досках. Ну вот у многих из нас есть два или три анкеты на гифте, да, то же самое можно представить. Одна анкета здесь, другая анкета здесь. Для кому, чтобы проще это было. У нас будет сегодня вечер еще в течение дня, в течение нашей презентации, возможность еще задавать вопросы, мы потом на них будем отвечать. Я передаю слово Андрею, Андрею Шель, Андрей. Окей, друзья, гости наши, вот 12 ровно, мы прям по времени идем. Андрей, Шель, перейдем тогда, наверное, на часть перед вопросами уже, да, на объяснение алгоритма, и потом, друзья, у нас будет возможность еще позадавать вопросы, мы на них ответим все. Все, спасибо, да. Кстати, заходит еще много европейских стран, в частности, сегодня я разговаривал еще с несколькими партнерами, заходят мощные лидеры Италии, с Францией, да, вот с Венгрией, то есть Европа подключается очень активно, поэтому в любом случае, так скажем, мы поняли идею, мы поняли, какие мы допускали ошибки, мы поняли, как правильно строить дальше алгоритм, да, и самое главное, где мы можем этот процесс контролировать самостоятельно сами, да, и, так скажем, если вдруг на сегодняшний день, понятно, что теория – это одно, практика – это другое, но в любом случае, мы можем всегда эти процессы, так скажем, исправлять, да, мы можем в любом случае помогать нашим людям, если где-то будут допускаться какие-то ошибки, то есть служба поддержки будет работать 24 на 7, будет платформа, очень много будет автоматизации, да, то есть мы подключаем сейчас очень много разных примочек, так скажем, да, поэтому мы планировали, в принципе, запуститься в начале июня, но за счет того, что когда мы вообще планировали все это, да, и с процессом, ну, дальнейшей работы мы, наверное, еще 100% загрузили объем работы, еще добавили много разных прибамбасов, так скажем, да, к нашей платформе, поэтому запуск будет немножечко позже. Итак, значит, наша основная задача была, или же все-таки, ну, в первую очередь, как защититься от разных багов, защититься от того, чтобы возникали мультиаккаунты, для того, чтобы мы продвигались под доском без зазоринки, да, без всякого, без всяких стопов, да. Первое, что мы сделали, то есть при регистрации нужно будет обязательно человеку иметь свой телеграм-ник. Почему телеграм? Для того, чтобы мы не будем делать на самом сайте этот чат, да, почему? Потому что, ну, многие сейчас из практики видим, что кто не заходит на сайт, мы найти человека не можем, мы скоммуницировать не можем, а телеграм мы можем всегда скоммуницировать, то есть обязательно регистрация телеграма и телефона. Телеграм, телефон и почта будет обязательно при регистрации, и регистрация будет на полуавтомате, то есть будет происходить очень просто и быстро. Дальше мы сделали на сегодняшний день такие шаги, то есть посмотрели, так скажем, по сторонам, и вы видите многие, что создалось очень много, ну, так скажем, не тем, да, а что-то похожего. То есть многие, когда начали возникать проблемы с сайтом, людям эта идея зашла, и для того, чтобы сохранять свои структуры, люди начали просто-напросто создавать, так скажем, свои мелкие какие-то группы, где начали там, если брать там, допустим, для России или для стран СНГ, да, где для кого-то, может быть, там начала было 100 долларов много, да, и люди начали создавать там 300, 500 рублей, 1000 рублей и так далее, так далее, да, то есть люди начали изобретать что-то для себя или свое для того, чтобы сохранять структуру и вести дальше. То мы, в принципе, переработали эту информацию и поняли, что нам это тоже необходимо. Почему? Потому что будет очень большая конверсия, динамика будет очень большая, и будет у человека просто-напросто два выбора для старта. И первое, для того, чтобы некоторые сейчас скажут, мы зашли на Gichter Legacy и не успели получить свои подарки, да, и такое возможно, кто-то застрял, кто-то подарил, но не смог, и, ну, разные ситуации возникли, да, у людей. То есть здесь мы сделали, так скажем, две стартовые доски, то есть бронзовая, как у нас была, осталась на 100 долларов, и сделали, я так называю ее, нулевая доска. Название у нее тоже будет, вернее, уже есть. Разгоночная. Разгоночная, да. Разгоночная доска. Вход туда будет стоить 12.50. То есть человек, когда регистрируется, заходит на сайт, у него будет два варианта начать или с 12.50, или со 100 долларов. Если у человека, допустим, те люди, которые в Gichter Legacy не смогли или не получили по каким-то причинам подарки, чтобы это было, ну, так скажем, не больно, да, и быстро. То есть 12.50 долларов есть у каждого человека. Человек регистрируется на этой доске 12.50. Запуск будет такой, так скажем, рандомный. То есть будет живая очередь. Человек, проходя до легенды, это будет процесс проходить очень быстро, дойдя до легенды, он будет получать свои 100 долларов, то есть 12.50 на 8 получается 100 баксов. И после этого он просто-напросто переходит на бронзовую доску и начинает свой путь и квалификацию. То есть сейчас, так скажем, я не буду проводить школу конкретную по этому поводу. Я сегодня просто расскажу, какие мы алгоритмы, так скажем, почистили или разработали, ну и сделали, чтобы платформа или нам было с вами комфортно здесь двигаться, плыть по этим доскам. Итак, первое разгон на 12.50 и бронзовая осталось 100. Также мы еще для амбициозных людей добавили, помимо платиновой доски, мы сделали еще бриллиантовую, диамантовая, да, не знаю, как правильно по-русски, диамант, бриллиант, да. То есть вход туда будет 20 тысяч и выход уже будет, соответственно, 160. То есть уже можно будет, так скажем, на получение на этой доске подарков, да, то можно сразу же решать вопросы, так скажем, с недвижимостью или, ну, амбициозные цели можно будет решать быстро и четко. Итак, значит, по доскам я рассказал, у нас получается 6 досок. Плюс еще стояла такая задача, как же защитить нашу легенду, также все-таки убрать эти мультиаккаунты, чтобы не было жуликов на нашем сайте, да, на нашей платформе, защитить нашу легенду. То есть мы изначально, когда только зашли в GIFT of Legacy, я сразу же делал предложение для африканцев, да, чтобы мы защитили нашу легенду, чтобы легенда не могла, не была активна, так скажем, не могла делать, давать реферальную ссылку и регистрировать себе партнеров, да. То есть за счет легенды многие просто-напросто себе нашлепали мультиаккаунтов, где по многим структурам это и встало, да. То есть они делали просто-напросто быструю квалификацию, да, бесплатную, так скажем, для себя и двигались дальше. И я хочу сказать, что это делали не только русскоязычное население, это делало очень много и немцев, да, не скрою этого. И мы, я много, много нам пришлось именно по-немецким, так скажем, где мы перемешивались с немцами, где много мне пришлось, выталкивать таких клоунов, прямо на самом деле таких клоунов, которые просто-напросто вставали, как садились вот сюда на плечо, да, не знаю, как обезьяны эти, да, и мы толкали этих клоунов, и мне пришлось даже вот несколько там крупных сетевиков с Россией, ребят, на самом деле просто-напросто спасать от этих людей. То есть было прям терроризировали, прям, ну не знаю, требовали чуть ли не деньги, чтобы если, ну, мы активируем только в том случае, если вы выполните наши условия. То есть и такое тоже было, поэтому мы думали, думали и на следующем придумали для легенды такую защиту. В первую очередь человек, то есть у нас есть два условия, подарить 100 долларов, да, и пригласить два человека, то есть условия несложные, все, что нужно сделать у нас 100 долларов и два человека. 100 долларов вопрос мы решили, если у кого-то нет, заходим на 12.50, да, и за быстрый срок, да, за быстрый срок человек может получить 100 долларов и зайти на бронзовую доску. И для легенды мы решили таким образом вопрос, если легенда не выполняет второе условие, дойдя до гида, да, то есть первый, второй, третий уровень, у него есть время, если человек не решает вопрос для себя, то есть попал, может быть, случайно, или же не справился, ну, разные бывают условия, не знаю, ситуации в жизни, да, зашел с одними мыслями, а не получилось, и такое возможно. И зайдя на легенду, то у него легенда, у нее нету возможности активировать реферальную ссылку, то есть она не может делать реферальную ссылку, да, и человек, который не выполнил это условие, на легенде просто-напросто получает от дарителей, это будет подарок для этой доски для дарителей, они будут дарить этой легенде 12.50, то есть человек подарил 100 долларов, не выполнил свои условия, 100 долларов получил назад, не будет негатива, получил, подарил 100 долларов, не выполнил, получил назад, и у него есть возможность пойти по второму кругу, опять же, да, то есть 100 долларов ему вернули назад, пойти по второму кругу, выполнять дальше условия, то есть человек может сделать и второй круг, и третий круг, ради бога. А для дарителей или для спонсоров этих дарителей, которые будут толкать этого человека на легенду, будет, так скажем, такой подарок для своих партнеров, где они смогут зайти на эту доску и подарить легенде 1250. Доска, во-первых, закрываться будет очень быстро и не будет негатива в плане того, что за человек тут стоит на гиде или на строителе, который не приглашает людей. То есть будем понимать, что в любом случае мы будем за это, так скажем, тоже вознаграждены. Потом такой момент, когда человек закрывает первую свою доску, доску, борт, скажем, выходит на легенду, получает свои подарки, то была и статистика такая в Gift of Legacy, что 90% людей, которые закрывали легенду на бронзовой доске, не заходили на серебро. И вопрос такой, мы зачем туда пришли, для того, чтобы решать свои финансовые вопросы. То есть пройдя круг на бронзовой доске, опять мы не идем на серебро, опять крутимся тут по месту. И, во-первых, не даем самим себе дорогу и не даем дорогу своим партнерам. То мы эти два вопроса решили таким образом, когда человек закрывает свою бронзовую доску, он не сможет попасть на вечную бронзовую, пока не заходит на серебро. Но если же все-таки человек, эти условия будут сразу обговариваться в самом начале, то человек уже будет это знать, не будет для него никаких сюрпризов. И при этом, когда он будет проходить бронзовую доску или получать подарок, он будет понимать, что 400 долларов ему нужно уже сейчас сохранить, так скажем, не потратить куда-то там, а сохранить для того, чтобы двигаться дальше, подарить, сделать подарок на серебре. И только после этого он может подарить дальше 100 долларов на бронзовой доске и запустить, так скажем, второй уровень серебряную доску. И если вдруг все-таки человек по каким-то причинам скажет, нет, не хочу, не буду, то вот эта спонсорская привязка, которая у нас присутствует в Гифтоф Легаси, мы начинаем испытать велосипед, то есть зайди, пожалуйста, туда, чтобы мы пустили за тобой структуру, а потом выпустить. Но в любом случае серебром можно еще это сделать, на золоте ты этого уже сделать не можешь, потому что человека на золоте уже никак не будет. То есть здесь мы убрали вот этот вот баг, то есть человек, который находится снизу, не будет от этого страдать, и структура, соответственно, нижняя, если вдруг человек каким-то образом, ну, бросает, не знаю, не хочет делать, да, не пойду, не буду, то человек с нижней до пятой глубины сможет по спонсорской привязке идти за вышестоящим, вышестоящими партнерами, переходить на серебро, соответственно, переходить также на золото, на платиновую и на бриллиантовую доску, да. То есть этого просто-напросто не будет, то есть в любом случае можно будет работать спокойно, а здесь будет для человека, который, так я называю, свечка под попу, да, у человека будет 48 часов решить этот вопрос, он заходит на серебро, ему дается 48 часов времени, если вдруг он не решает все-таки заходить на серебро, то ниже стоящий человек или линейная сморская переходит туда наверх, да, если он, ну, 48 часов, ему дается время, чтобы этот вопрос решить. Затем, также, как я уже сказал, будет работать у нас служба поддержки 24 на 7, это будет работать в Телеграме, будет автоматизация, много будет автоматизированных процессов у нас проходить, да, мы специально для этого подключили, собрали бота, да, сейчас программисты подключают этого бота, то есть будет очень много автоматизации. Вы сможете точно так же, допустим, смотреть на свои первые линии, наблюдать, что же у них происходит по их доскам, да, где какая ситуация, чтобы вы могли планировать также свое закрытие, так скажем, или вдруг своим первым линиям помочь где-то в каком-то плане провести, ну, какие-то определенные там, так скажем, работы, да, сфорские работы, и вы понимали, что у кого-то там может быть одно место, два места или три места свободные, чтобы вы видели, где кто-то подзастрял и могли, допустим, людям показать это, то есть будет видно, вы сможете проваливаться. Плюс люди, которые, если захотите на доске с кем-то связаться, допустим, там с кем-то с параллельно, или с той стороны, или с этой стороны, да, в любом случае будет находиться, наводите курсором на логин, да, и увидите, что там будет Телеграм кликабельный или же телефон, то есть можно будет связаться по телефону или через Телеграм с человеком и соединиться, и, ну, так скажем, попланировать работу этой доски. Так, что еще? Что еще? Ну, вроде бы, так, в общем-то, все, да, еще будет много различных, так скажем, автоматизированных добавлений на наш сайт, на нашу платформу. Значит, сроки я пока, можете не задавать вопрос, сроки я пока не скажу точные, но планируем это сделать в третьей половине июня. То есть некоторые говорят, давайте быстрее, давайте быстрее, я сразу говорю, быстрее нужно в другом месте, да, мы запускаемся не на полгода, мы запускаемся даже не на год, дорогие друзья, мы запускаемся на долгое время, поэтому нужно делать все, так скажем, хорошо и по-немецки, да, то есть в любом случае нужно делать качественно, да, сейчас уже не играет никакой роли, там это будет, сделаем мы это на 10 дней дольше или на 10 дней быстрее, в любом случае пройдем фазу проверки, программисты прогонят, всю эту систему потом дадут нам на тестирование, когда мы сами еще пройдемся, сделаем 2-3 круга, поймем, что работает, что нет никаких ошибок, после этого мы объявим дату запуска, да. Вот, ну в принципе, вроде сказал все, такие основные пункты.